Место для обучения будущих кадров в компании «Курорты Северного Кавказа», созданной постановлением правительства Российской Федерации, выбрано не случайно. Олимпийский университет уже подготовил высококвалифицированные кадры для российской и мировой индустрии спорта. Именно такие профессионалы потребуются в сети построенных в Северокавказском федеральном округе горнолыжных курортов мирового класса. Мы надеемся, что в самое ближайшее время будут сформированы учебные группы, в том числе из сотрудников компании «Курорты Северного Кавказа», из резидентов, которые у нас сейчас работают. И они будут обучаться уже на базе университетов по тем программам, по той базе, которая существует. Я думаю, что наше соглашение, это соглашение, конечно, оно рамочное, но потом, по мере развития проекта и университета, мы будем наращивать объем взаимодействия. Подобное соглашение российский международный университет подписывал пока только с городской администрацией. Тогда слушателями программы по гостеприимству и сферу услуг стали более 500 специалистов. Все они показали достойные результаты в работе на играх. И на этом вуз не остановится. В его планах создание еще нескольких программ, ориентированных на обучение управленцев. Что касается данного соглашения, то обучение кадров для Северокавказского туристического кластера начнется уже через несколько месяцев. Сейчас мы формируем группу, которая должна сформировать техническое задание. У нас есть потенциальные, мы обсудили это, категории слушателей, которые нужно. В первую очередь можно запустить обучение, для которых нужно запустить обучение. Я думаю, что мы сможем стартовать во втором квартале. Для обучения профессиональных работников в университете есть все. Оснащенный кампус, новейшее оборудование, уникальный преподавательский состав, работающий по методикам, разработанным на основе международного опыта. Получить более подробную информацию об обучении специалистов для курортов Юга России можно узнать 11 апреля, в день открытых дверей. Татьяна Нагорская, Михаил Дубинин, телекомпания ФКТ.